Сегодня необходимо понять, как данные прекрасные свойства препарата. Первое – это целевые клинические испытания. – Именно целевые. – То есть это подразумевает с целевой группой с алко- и наркозависимыми? – С целевой группой алко- и наркозависимые и целевые группы сотрудников, будем говорить, в общем виде правоохранительных органов, которым это может быть необходимо. Ну, например, вот с МЧС, я говорю, мы уже начали работать, но это вот на уровне таких просто личных контактов. – Усокая степень универсальности, которой уже продемонстрировали эти препараты, позволяет нам рассчитывать на то, что они могут служить опорными базовыми препаратами, обеспечивающими в случае с силовыми ведомствами выживаемость солдат. – В первую очередь мы имеем в виду универсальную укладку, индивидуальную аптечку бойца, где у нас есть пакет номер один, который предназначается для химического бактериологического поражения. – В этом пакете находятся сахарная пудра и споры бактериосуптилис, которые в нашем кишечнике вырабатывают токферу, который, конечно, может поддержать бойца в течение нескольких часов после того, как он получил любое из этих поражений, потому как с этого момента он становится очень уязвим для любой инфекции. – Но больше ничего этот препарат сделать не может, то есть рассчитано, что за эти несколько часов он попадет в руки врачей, и они уже будут там его целевым образом лечить. – Порошок, который в этих капсулах, позволяет решать практически все проблемы в случае всех видов поражений. – Это и радиопротектор, выводящий радионуклиды, это и радиопротектор, выводящий, так сказать, уже возникший в организме в результате, допустим, гамма-облучения вторичные радиоактивные компоненты, радиотоксины, уже эндорадиотоксины. – Это антибиотик, который достаточно эффективен, даже очень эффективен для бактериальных инфекций, причем его свойство, о котором мне было сказано, в силу того, что там большое количество действий от начала одновременно, он очень поликомпонентный, к нему практически не возникает зависимость, и, соответственно, его можно употреблять вне схемы, как придется, что для условий боевых действий, условий экстренных ситуаций чрезвычайно важно, потому что люди, находящиеся в деятельности в этой, вряд ли они смогут принимать лекарства по схеме, да. Хотя они это не будут делать и будут пользоваться обычными лекарствами, то через день-два уже эти лекарства практически не будут работать, потому что к монокомпонентным лекарствам устойчивость возникает очень быстро из-за того, что в течение одного дня там сменяется несколько поколений микроорганизм уже. И с точки зрения химического поражения это прекрасный токсикант, который выводит практически все группы отравляющих веществ, то есть мы получаем универсальный препарат, который в условиях значительного роста напряженности и военной опасности остро необходим в нашей армии. Та же ситуация с МЧС. Что касается наркозависимости, то есть все основания рассчитывать, что испытания в специализированных клиниках продемонстрируют эффективность по основной группе наркотических веществ. Сейчас очень много и постоянно возникают все новые и новые, а обычно антидоты к наркотикам, они всегда моноспециализированы, моноспецифичны, и у них таких широкого спектра антидотов очень мало. Здесь же мы имеем препарат, который обеспечивает достаточную универсальность и мобильность врачей, с чем бы они не сталкивались. Есть основания предполагать, что этот препарат будет хорошо рекомендовать себя и в случае метадона, снимать ломку и снимать зависимость метадоновую. Сейчас у нас в Крыму метадонная катастрофа, как мы знаем, что делать никто не знает с ней. Я думаю, что в рамках федеральной целевой программы НИОКР, которая сейчас находится на этапе согласования, и скоро будет согласована, можно организовать и НИОКР в части снятия ломки и снятия химической зависимости на широкий спектр наркотических веществ, и специальную работу провести по метадоновой зависимости. Там всего, по-моему, 80 человек в Крыму, можно ввести сюда прекрасно в Москву, ну, естественно, на добровольной основе провести эту работу. Если это получится, если это основание предполагать, что получится, препарация работает, дальше можно подключить следующие этапы маттехнологии, и реабилитация этих людей, она не только будет иметь серьезное гуманитарное значение, она будет иметь серьезное политическое значение. Ну, вот, собственно. Я понял. Как сделать так, чтобы выращивать достаточное количество для промышленного использования, и чтобы достаточно частота была? Вы не планировали вот это все еще организовывать? Или пока тут клинические испытания не готовы? Погодите, частота выращивать что? Решайники? Решайники. Да, решайники, да, в ГЗ. Но их же тоже, может быть, как-то для промышленного использования, их нужно, наверное, не собирать тогда, а как планировать? Да. Ну, естественно, этим вопросом мы были озадачены. Более того, значит, у нас подготовлена уже одна кандидатская и одна докторская диссертация, как раз по технологиям не только сбора, но и стимулирования роста лишайников. Значит, запасы лишайников, конечно, у нас колоссальные, но при этом мы все прекрасно знаем, что даже природные лишайники – это хорошие сорбенты. Поэтому надо знать, где их можно собирать, в какой степени допустимые нормы изъятия из природы, чтобы, наоборот, стимулировать прирост этих лишайников. Эти все задачи решаются, они решаемы. Спасибо за вопрос. Я думаю, что, значит, естественное природное насаждение лишайников нуждается в определенной эксплуатации, потому что если лишайниковые бары, которые содержат наибольший объем запасов лишайников, не эксплуатируются, если они не вытаптываются, не потребляются оленями, а сейчас оленеводство у нас, особенно таежное оленеводство в загоне, то эти насаждения переходят в другую стадию растительного сообщества, в зеленомошники, в бары зеленомошники. То есть поверх лишайников заселяются зеленые мхи. Поэтому определенная эксплуатация лишайниковых сообществ просто необходима для того, чтобы их поддерживать именно на этой стадии естественные растительные субсессии. Она их спасает. Да, она их спасает, тот, кто переход в зеленомошники. Спасибо. У меня такой вопрос. Получается, когда препарат настолько имеет многое свойства... Возникает вопрос такой, что где действует сам препарат, а где действует... Ну, как бы уже психика человека, которая... То есть плацебо вы имеете? Плацебо. Значит, вот я не зря в своем рассказе, в своем выступлении несколько раз подчеркивал о том, что те или иные эффекты, которые мы получали, они были для нас сами княжьями. Тем более мы их не проговаривали тем группам добровольцев и так далее, с которыми мы работали. То есть здесь, ну, вот что, если иметь в виду вот именно ягерные препараты, я считаю, здесь эффекта плацебы нет. Ну, наоборот, есть ситуации, когда работали, как бы... Дело в том, что сейчас появились новые данные о том, что эти препараты оказываются эффективны при их онкозаболеваниях. Но онкобольным давали со словами, что это вам просто для восстановления после химиотерапии, что это не лекарство. То есть онкобольным, значит, давали этот препарат... Говорят, что это не лекарство, а то онкозаболевание, это просто вам восстановиться. Наоборот, там было, что, скажем, значит, это детоксикация после химиотерапии в онкологии. И вот с этой целью, да, действительно, в ряде диспансеров, в Москве в том числе, этот препарат используется. Снятие вот этой сильной интоксикации после химиотерапии. Ну, в чем она проявляется, мы, к сожалению, знаем. Вот, значит, только с этой целью. И, ну, вот, я не хотел об этом сильно говорить, но сейчас у нас накапливается база клинических данных о том, что вот по тому механизму, о котором я очень коротко сказал в отношении сахарного диабета, да, эти препараты оказались достаточно эффективными не только в детоксикации после химиотерапии, а стимулировали процессы саморассасывания злокачественных попухолей. Можно я пока об этом говорить? Я понял. То есть, в принципе, человеческая психика, которая... Здесь нет. В данном случае не участвует. Здесь нет. Потому что, почему об этом случае сказали, потому что специально говорит, что препарат не для этого. Работает. Значит, и, ну, может быть, вот в каком-то смысле ваш вопрос верен. Все-таки, в чем причина такой полифункциональности в ягерях препаратов, да? Вот, я для себя считаю... Я такую фразу в выступлении тоже добавил там, комментирую один из примеров. Это действительно некий дар Божий. Понимаете, вот если мы немножечко вспомним клеточную биологию, мы все прекрасно знаем, что такое клеточная мембрана, да? Двойной липидный слой, белки снутри, белки снаружи. И вот только в последние десятилетия стали уделять должное внимание еще одному слою клеточных мембран. Это вот как раз олигосахаридные компоненты на поверхности клеточных мембран. А если вот, ну, немножко в это вдуматься, отдать себе отчет, да? А в чем же функция вот этих наших родных человеческих олигосахаридов? Не решая никого. Да? Вот весь комплекс свойств клеточных мембран – это межклеточное обеспечение межклеточного взаимодействия, это транспорт веществ в клетке через мембраны, это рецепция гормонов и так далее, и так далее, да? Это формирование вот ярлычков клеток, обеспечивающих толерантность в отношении собственной иммунной системы, так называемой тканеспецифичной антигены. Так вот оказалось, что именно вот эти олигосахариды, они выполняют все эти функции. Все остальное – это вот стол. А вот олигосахариды – это то, что мы на этот стол ставим. Понимаете? Вот. И вот тогда становится, почему действительно олигосахаридные природные препараты могут обладать достаточно широким спектром функционального действия. Вот здесь вот некоторые аналогии. То есть, еще раз хочу подчеркнуть, ни в коем случае мы даже близко, ни то, что не употребляем, ни думаем о том, что это панаций, ни в коем случае. Я даже вот попросил Николана Андреевича немного с терминологией быть поосторожней, потому что речь идет только о достаточно широком спектре свойств и, соответственно, возможности применения. На сегодня еще раз говорю, то, что мы выделяем, это способность к детоксикации внутренних сред организма, то есть, имеется в виду, это не только желудочно-кишечный тракт, хотя и в этом смысле этот препарат помогает, но это все равно, что из пушки по воробьям стреляют, а именно внутренних средств. То есть, это кровь, это лимфа, это межклеточные жидкости. Это первое направление. А второе – это коррекция всех тех предпатологических либо патологических состояний, связанных как раз с нарушением структуры и функции собственного олигосахаридного слоя клеточных наборов. А оказывается, что это очень широкий спектр патологий. Это и сахарный диабет, и это и атеросклеротические нарушения. Это, как Михаил Андреевич сказал, похоже на то, что это и пункт патологии. Это и лечение вирусных заболеваний, потому что главным действующим агентом вируса заболевания является вирусная токсина. То есть вирусные заболевания лечит до токсикации. Вы упомянули, что международное сотрудничество, в смысле, уже есть интерес от стран, за рубежом. Есть интерес. В первую очередь, это интерес в отношении панковых препаратов. По ягелевым препаратам, но это, наверное, здесь моя линия, я пока ограничиваю международное сотрудничество по ягелевым препаратам. Потому что мне кажется, что это такой потенциал, который не надо. Желательно оставить за странами. А условия, при которых образуются эти мухи, лишайники, они вот в Сибири еще где-то, если территориально... Это лишайники. Они есть в европейской части. Две трети территории страны, по-моему, если не будет. Ну, кустистые лишайники, такие, с обильным покровом, да, они есть, конечно, в европейской части России. Причем наиболее обильные они не в тундре, а именно в барах, в сосновых барах, в истменичных барах, в беломошниках. Но их много, их очень много в Западной Сибири. Очень богато в Западной Сибири. Их много в Восточной Сибири. Их много в Центральной Сибири, но они сеют. То есть, в принципе, мы обеспечены этим сырьем. И более того, его нужно собирать, потому что беломошники поддерживаются в состоянии беломошников либо за счет активного вытаптывания оленей, либо за счет периодических пожаров. Если ничего не происходит, они постепенно переходят в финальную субсессию растительную, становятся зеленомошниками. Поэтому сбор... А если учесть, что особенно в Центральной и Западной Сибири это леса 4-го, 3-го ганитета, иногда 2-го даже, их активно рубят по этим ягельникам, там есть техника, ходят люди и так далее. И если в зонах рубки ягель собирать, то в природе щервы мы не наносим. Это наоборот рациональное лесопользование. Ну, это раз. А во-вторых, он, значит, сейчас отработаны уже критерии изъятия. То есть какую часть биомассы можно брать. И тех. Чтобы оставить вот этот потенциал воспроизводства. Насколько этот препарат, если подойти к нему грамотно и развивать это направление, будет доступен вот людям? То есть не станет ли он элитарным, как... Нет такой... Сырья много, в производстве он относительно дешево. В стабистом выражении, да, ты хотел бы сказать? Ну да. Да, это не... Как бы в отелевую группу не получится ли так, что это станет элитным продуктом? Нет, значит, ну вот я по этому... Народный беспорядок. Значит, я не зря вот ваше время... Злоупотребил вашим временем, и в начале выступления несколько слов сказал о технологии. Да, значит, вот сейчас наиболее для нас предпочтительное вот это самая механохимическая технология, да? Значит, она очень дешевая, она очень простая. То есть если вот так на пальцах сказать, да, вот это самое российское производство механохимическая установка, значит, мы берем вот свои вещи лишайников, да, предварительно грубо их измельчаем, чтобы просто снизить нагрузку на... Дорогую породу. Да. Значит, дальше просто вот туда все засыпается, и на выходе мы уже получаем этот порошок. Все остальное – это фасовка. Все остальное – это фасовка. В итоге, значит, ну вот уже сейчас даже при малоконнажном естественном производстве, это опытно-экспериментальный диацет, да, вы прекрасно понимаете, что чем масштабнее производство, тем меньше себестоимость, да? Значит, вот это вот ближе-то, а еще мы выпускаем, ну, в таких баночках пластиковых. Так вот, пластиковая баночка 40 капсул стоит 250 рублей. Это на выход. Тебе стоимость еще меньше. Так, у нас есть ли вопросы? У меня есть еще уточнение, можно, Борис Владимирович? Только вопросик. Вы там упомянули, что используются препараты из пантового серного оленя, там используется также, я так понял, что и амарантин. Там же это выходит? Или у вас... Нет, амарантин – это сырье другое. Я знаю, что это амаранта, я просто хотел вас уточнить, потому что есть такой товарищ Гинс, который защитил докторскую диссертацию по амаранту и амарантину. Он получил государственную премию за амарантин. А вы только упоминали, что здесь, как детское вещество, амарантин. Я так понял, что он как составляющей частью является... Как составляющей частью. Составляющей частью идет какого-то препарата, да? Да, да. Ну, все, я просто хотел уточнить. Да, все, наверное. Совсем разные вещи. Подоление – это одно, а амаранта – это немножко другое. Нет, а я потом сказал, что мы от просто препаратов из панта-северного оленя перешли к комплексным препаратам. Там, где используются несколько видов сырья. Что касается амарантина, на самом деле там не только это активное вещество, там тоже целый комплекс. И, значит, в отличие вот от тех работ, которые вы сейчас сказали, мы используем не сорта, а мы используем шерицу, сорняк. Шерицу. Да. Что это такое вы знаете? Да, ну, шерица, амарант тоже такой. Ну, а если иметь в виду… Извините, амаранты есть сорта, их очень много, да? Есть дерево. А шерица – это дикорос, он не просто дикорос, это сорняк. Так вот, около 80% заброшенных пашень в нашей стране, по всей стране. Ну, лебеда, шерица – основные вот такие. Основные шерицы, да. Основные шерицы, да. Основные шерицы, да. Это удивительное вообще растение, причем именно шерица. Там же семена используются, в уиск можно… Ну, конечно, конечно, сортовые, значит, амаранты, они уже кучего качества. Ну, это опять же общее законодательство. Дикоросы используются. Дикоросы всегда активны. Дикоросы всегда активны, да. Вы говорили, что еще этот препарат в Японии, актуален, в связи с городской средой, которая… Да, да, да. С этой точки везде. Ну, как противоаллергическая. Но это я говорил о панковом препарате. То есть такое ощущение, что… А, нет, ну, ягелевый, да. Японцы работают с ягелем, но там лаборатория была специализирована, смотрел очень много. Такое ощущение, что вот чем дальше человек от природы, тем ему больше он нуждается в чем-то природном, в таком. Дайте ему, наконец, это… Ну, тут, по-моему, никакого открытия нет. Вообще не знаю. То есть такой укол природный, настоящий, вот что под ногами растет, да, или человеку мухар, там, в каком-то вот таком… На самом деле это одна из больших проблем. Дело в том, что синтетические препараты очень быстро теряют свою эффективность. Они эффективны, когда они появляются, проходят короткое время, и эффективность снижается, а потом он просто исчезает. Особенно это касается антибиотиков. Природные лекарственные препараты, где, так сказать, сырье природное подвергается минимальной переработке, они в итоге оказываются наиболее эффективными, и до сих пор вот все эти древние икрописи, так сказать, растительного лекарственного сырья, они все эффективны, все до сих пор работают. Но вот восточная медицина, она на этом основывается, да, там рецепт состоит из 40-50 разных цветочков, Сколько бы тысячелетия человек не использовал эти препараты, это сырье и изделия из него, да, для цели лечения, они все равно будут эффективны. Тут есть еще и вторая сторона медали, да, вот эффективность это одно, но монокомпонентные препараты, ну, наверное, в первую очередь это антибиотики, но не только, скажем, цитостатики в той же онкологии и так далее, и так далее. Чем уже состав активного начала препаратов, тем больше побочных негативных действий, побочных негативных эффективностей. Вот это тоже очень важно. Поликомпонентные препараты, тем более из природного биологического сырья, значит, при грамотном, как говорится, при грамотной разработке, они, ну, по сути дела, решаются негативным осложнением. Вот это тоже очень важно. Ну, и я так понимаю, что вот этот подход природный, он и в истории прослеживается, потому что масса рецептов была на этом завязана. Вся медицина тибетская, она полипонентная, я хочу смотреть. То есть, понимаете, на самом деле, значит, там вот я ни в коей мере не хочу сказать, что вот вся наша фармацевтическая, синтетическая семья, она не нужна. Она нужна. Просто для каждой группы препаратов есть свое область и применение. Значит, если речь идет там о жизни и смерти, там, ну, допустим, ну, я не знаю, там, большие кровопотери и прочее, прочее, конечно, биопрепаратами, которые восстанавливают процесс кровотворения, но медленно, мы не будем спасать человека. Естественно, для этого нужны, в том числе, и синтетические химиопрепараты и так далее, и так далее. Но вот если говорить о профилактике, если говорить о, там, скажем, мягком лечении тех же хронических заболеваний или повышении просто уровня собственных защитных сил организма, то, конечно, более эффективны биопрепараты. То есть вот для каждого направления, для каждой группы есть свои области применения. А оптимально, когда есть и то, и то, и то, и то. В зависимости от той или иной ситуации можно использовать разные группы препаратов. Хотя, опять же, не все абсолютно. Вот я уже несколько лет на себе экспериментирую с порошком. С этим? Да, великолепно. Два-три приема, так сказать, и никакой простыды. Вот. Химические препараты я должен был бы пробить полный курс. То есть там помыслить нельзя, чтобы не выпить целую упаковку. А здесь вот буквально, так сказать, два-три приема и все. Хотя я понимал, что, наверное, я делаю неправильно, что, наверное, надо попить побольше, но как только исчезали симптомы, я забывал прекращать пить. Это, наверное, самый важный момент. Забыть, что ты больной. Да, конечно. И ты станешь... Вот, поэтому, нет, да, они тоже могут быть не менее, а, может быть, даже иногда и более эффективны, чем синтетические препараты. Нет, ну, еще раз говорю, вот тут не надо... Абсолютизировать не надо. Да, да, да. Нет, тут нельзя абсолютировать, нет, нельзя. Не надо ничего самоотвергать. Растительные препараты могут оказаться сильнее, эффективнее, чем химически синтезированные. Вот. Всему свое место. Надо просто твердо знать, каким образом это работает и зачем это надо применять, каким способом. И в каких ситуациях? Я знаю, что вот европейская медицина в Швейцарии, они глубоко заинтересованы в исследовании по теме восточной медицины, как раз вот эти поликомпонентные их лекарственные составы. И, по-моему, сейчас тенденция медицины, она поворачивается к исследованию древних рецептов, почему, откуда берется это здоровье. И, по-моему, в Европе как раз проблема существует, чтобы возвращать старые рецепты вот эти древние, переводить... Да, это направление в медицине, да, оно развивается, оно называется синергетическая медицина, вот, но в Европе что мешает? Ну, вот, насколько я знаю, просто, ну, по Германии, например, да, то, что вот сейчас происходит у нас в стране, загон всей медицины в рамке стандартизации. Понимаете? Вот так называемые больничные кассы, ну, страховая медицина, попросту говоря, в Германии, хотя есть прогресс, да, вот еще где-то лет 7-8 назад, значит, страховая медицина в Германии, скажем, от применения такого рода препаратов, ну, природных препаратов, да, она вообще не облачивала. Сейчас уже по отдельным направлениям такого рода, значит, лечения такого рода препаратами оплачивается страховая медицина, то есть динамика есть, но вот эта вот излишняя стандартизация, она, конечно, очень сильно мешает. Хорошо, так, ну, если у нас вопросы... Еще маленькую, точнее, в смысле еще такой вопросик. Ваши все препараты сертифицированы, имеют разрешение на территории Российской Федерации, да? Да, вот то, что я привел тут, это все сертифицировано. Были эти самые свидетельства. Это патенты, то есть? Ну, патенты это одно, а я имею в виду свидетельства, да, да. То, что пока проходит сертификацию, я сюда не привожу. Это все. Так что это уточнил просто, да. Ну, они сертифицированы именно как БАДы. Ну, да, да. Был уточник, что это БАДы, да, написали. То есть, ну, вот, в принципе, уже завершая нашу встречу, мне кажется, многие вопросы были освещены, и люди, которые будут знакомиться с материалами, услышат много ответов. Я вот, отталкиваясь от конкретного препарата, почему под конец пытался вывести разговор в сферу такую уже медицинскую, общей медицины, вижу, что как подход не работает капиталистического мира к здоровью, да, то есть, вот, есть одна болезнь, и значит, надо в эту болезнь ударить одним препаратом, и человек будет здоров. Вот, также вот параллель, если переносить на какую-то, может быть, и новая медицина эта человеку нужна, вот, которая дает человеку препараты, которые близки по свойствам и к самому человеку, вот, и за счет этого имеют и свойства необходимые, чтобы здоровье человека комплексно восстанавливать, то есть, поэтому мы постараемся данные препараты и данный подход, как бы, по нашим линию НАРЦ и Национальной ассоциацией репутационных центров осветить эту проблему, чтобы люди услышали, и тогда в дальнейшем, как бы, правильно держать контакт, и получать, наверное, ну, тут необходимо, получается, сейчас выстроить работу, чтобы попасть в рамки НЕОКР и ФЦП, то есть провести целевые НЕОКР, внутри ФЦП есть строка НЕОКР, а дальше уже служба будет, так сказать, расписывать этот НЕОКР по конкретным темам, надо предусмотреть две темы. Одна тема – это испытание препарата, а может быть, либо совместно, либо одного детоксиканта для снятия лунки и химической зависимости, либо, может быть, в комплексе СЭМАТ уже, потому что этот комплекс дает полный цикл. Если говорить о наркологии. Да, если говорить о наркологии. И вторая тема – это посмотреть, испытать этот комплекс. Я думаю, что надо, на самом деле, делать в комплексе и детоксикант, который выбирает химическую зависимость, и матрой технологии, которая выбирает уже, так сказать, зависимость… Саму основу. Саму основу, да, зависимости, ну, такой, назовем ее информационный, да, так сказать, кластер памяти. Для, так сказать, людей, которые находятся на метадоновой компенсации, чтобы снять их с метадона. Ситуация с Крымом, как раз сейчас рассосать ситуацию с Крымом. Я думаю, что если людям предложить такое, так сказать, экспериментальное лечение, скажем, 17-й наркобольнице или где-то еще, то, по крайней мере, часть людей, которые сейчас там находятся в очень сложной ситуации, непонятно, что им делать, что с ними делать, пытаются согласиться. Если испытания пройдут успешно, то фактически мы рассосем метадонную проблему, потому что метадон, как я понимаю, снимать не умеет. Если можно, да, то, что вы как бы резюмировали… Я бы хотел еще немножко допомнить несколько слов сказать. Значит, проблема западной, европейской, как хотим ее называть, медицины заключается в том, что сама основа парадигмы – это лечить болезнь. В отличие от парадигмы восточной медицины. Не надо лечить болезнь, надо корректировать собственные защитные силы самого организма. То есть подход должен быть системный на уровне организма, а не на уровне какого-то органа. Это первое. Значит, второе, я довольно часто тоже бываю в Европе, как и все, вот, значит, общался там с самыми различными терапевтами, и от очень многих из них, вот, я, ну, когда первые разы разговаривал, то это для меня так было достаточно новое, а сейчас я это понимаю, что это действительно очень правильно. Значит, есть такое европейское общество терапевтов, вот, и в последние годы, вот, в рамках вот этого подхода терапевтического начинает возобладать понимание того, что прежде чем начинать терапевтическое лечение любого заболевания, неважно какого, надо прежде всего очистить организм, то есть детоксикацию. Значит, вот отсюда мы приходим к пониманию вот последовательность всех такого рода мероприятий, это профилактика, это лечение, ну, если это не острые заболевания, да, особенно хронических, это реабилитация, то есть первая стадия детоксикация, очистка организма от экзо, а в ряде случаев даже в первую очередь от эндотоксина. После этого различного рода мероприятия, они могут быть вот такой вот биологической основой, могут быть биофизической основой, но задача и цель одна – восстановление собственных регуляторных и защитных сил организма. – Тогда организм все сделается. – Ему надо помочь. – В организму, да? – Ему надо помочь. Вначале очистить организм, а второе – просто ему помочь. – Ну да, очень часто причиной болезни является утрата устойчивости, связанная с зашлаковыванием, когда процесс зашлаковывания заходит очень далеко. – Это не просто часто, это за редчайшим исключением всего. – Именно так, да. – Нет, ну, перелом ноги там, да. – Нет, ну, я еще раз говорю, я веду речь о терапевтическом деле. – То есть мы медленно от медицины смещаемся, от медицины, которая лечит и заинтересованных больных… – От медицины конкретного органа должны смещаться от медицины организма. – Да, мы лечим не болезни, а организм. – Да, да. Мы должны лечить организм. Сегодня, к сожалению, очень часто мы лечим органы. – Мне кажется, это самое важное, наверное, понимание, которое необходимо. И это парадигма, собственно, медицины, которая должна быть. – Дело в том, что это все понимают, и об этом уже лет 150 говорят все больше и больше. Вопрос не в том понять, что это нужно делать, а вопрос в том понять, как это делать. – Как это делать? – И вооружительные инструменты. – Да, инструменты. Об этом врачи говорят очень давно. А как это сделать – это сложно, и очень немногие брались за проще, так сказать, чисто механически, так реагируют на симптомы, боремся с симптомами. – Если наш разговор зашел уже в эту сторону, в эту сферу, здесь есть, конечно, и еще один очень серьезный подвох, порог, помеха. Пока в нашей стране эта помеха не так сильно развита, как на Западе, в тех же Штатах, в Канаде и так далее. Это фармфирм. – Да. – Мы все прекрасно понимаем, каким оборотом владеет фармфирма, которая специализируется как раз на синтетике, на химическим монокомпаниям. – Да. – Поэтому в некоторых кругах уже вот такие фразы раздаются, что задача современной фармацевтической медицины – лечить, но не дай Бог не вылечит. – Да, да нет, это просто люди открывают глаза на реальность. – Нет, ну просто вот люди, ну население наше, они должны это понимать. – В этом и есть, вот когда вы сказали о капиталистической медицине, вот к этому имеет отношение капиталистическая медицина, потому что задача не вылечить, задача заработать. А если ты вылечишь, как ты заработаешь. Вот. А на самом деле неважно, синтетические препараты, природные препараты. Афганистан является огромной фармфирмой, они производят природные препараты, да? – Но не фарм. – Ну… – Но не фарм. – Нет, но апийные препараты, они медицинные. – В определенных целях, в ограниченном количестве. – Да. Такая фирма тоже может существовать, вот мы пример знаем. Ее задача – заработать денег. Медицина не должна заниматься зарабатыванием денег, я считаю, что, конечно, бессмысленно делать медицину только чиновничьей, государственной, скажем так, потому что мы обрежем значительному количеству хороших реальных специалистов возможность развивать всякие, так сказать, зоны стыка там и так далее, да? Вот где обычно прорывы происходят в зоны, где стыкают с области. И обычно там чиновничьей системы работают хуже всего на зоны стыка, да? Там лучше всего работают энтузиасты. Вот. Но в целом медицина, конечно, не должна быть сферой бизнеса. Чистого бизнеса. Оголтевого. 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 Как только, так сказать, он, а он войдет во что угодно. Вот любую сферу он вытолкнет специалиста, займет ее, что угодно. Вот. И превратит ее в свою противоположность. А пока в наибольшей мере, в свою противоположность, превращено в производство синтетических препаратов, особенно для онкобальных. Вот это вот. 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 Я как раз и говорил, что… Онкобальных тоже в тезиатрии. Да, да, да. То есть там, где каждая следующая стадия развития фармпромышленности рождает еще большую зависимость социума от их продукции. Да, да. И там, где оборачиваются большие государственные и международные деньги, особенно система ВОЗ. Ну, да. Если ВОЗ закупает для Африки какой-то препарат эшелонами, да, так сказать, ну, это мечта. Конечно, Африка должна болеть, потому что, ну, что… Ну, если ты каждый год окружаешь по 10 эшелонов, а потом ты начнешь окружать один эшелон, то… Ну, что, что? Самоубийца, что ли? Вот. Тогда подытоживаю. Я вот вижу, что с переносом центра тяжести вот мировой, как мы видим сейчас, западный мир испытывает по всем фронтам, мне кажется, стресс и по экономике, и по духовным, моральным условиям своим. И для того, чтобы все было по-честному, он в этот стресс загоняет весь мир. И еще с избытком, так сказать. Вот. Он-то испытывает, а все остальные испытывают вдвое. И вот с переносом центра из западного мира на восток, что, мне кажется, сейчас происходит, мы это видим, и подход медицины, и новая медицина также будет появляться в такой же вот моменте. Надо понимать, что на самом деле все еще сложнее, и не обязательно в этой логике все будет развиваться. На восток переносится экономическая активность, это временное явление. Следующий этап технологического прорыва, когда практически автоматизируется весь объем производства, тогда не нужны дешевые рабочие руки, так сказать, вьетнамских и китайских женщин. Это у женщин. Пальчиками. Вот. Поэтому, что будет происходить на востоке через 20 лет, это отдельная история. Но восточная философия, и в том числе восточная философия в медицине, она показала свою большую эффективность, нежели вот это вот западное декартовское разграничение. Вот. Всего от всего. Так, получается, что наш препарат, он родом из Сибири, он тут с одной стороны восток, с другой стороны запад, и получается… Он родом из севера, так сказали. Да. Ну, лишайники есть в Финляндии, они есть в Швеции, в Норвегии, они есть в Канаде. Нет, ну, в целом, да, это уже элемент интегративной медицины. Да. Восточный подход для европейского человека, да, такой? Да нет, он даже, вот, лишайники, они не являются примером чисто восточного подхода, это пример просто высокой эффективности лекарственных препаратов из растительного сырья. Особенно северного. Северного. Я вот тут с точки зрения интегративных процессов, казалось бы, другое. Значит, это, как бы, подход из области парадигмы восточной медицины, но с использованием западных технологий. Конечно. Да. Спасибо, коллеги, что мы сегодня собрались. Мне кажется, эта трактная сессия была и содержательной, и удалось обсудить много вопросов. От конкретного, да, и перейти уже к общему пониманию, потому что, если мы общее понимание не фиксируем сейчас, то мы не видим ни трендов, и важность, на фоне вот того, что мы сейчас сказали, она подчеркивается, и мы понимаем, почему именно такой подход в целом должен и от России, Россия как страна, которая уже начинает себя позиционировать и на Украине собственным образом, собственным вектором. Ну, в мире, да. Украину просто создали болячку, и поэтому об Украине все говорят. Хорошо, давайте тогда на этом закончим. Спасибо. Спасибо. Да, и надо это, как это, теория практики. Спасибо. 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 Спасибо.